На этот чемпионат все надеялись поставить такую задачу, получить медали, завоевать их. Но, к сожалению, это не получилось. Мы проиграли Испании за выход в четверку. Им помогли судьи. А вообще хотели получить медали. Они заслужены были. Да, самый сложный был матч с Испанией. Даже некоторые говорили, что это скорее был матч как в финале. Потому что финальный матч был не такой интересный, как наш. Именно захватывающий. Мы играли очко в очко. То есть, самый интересный, самый интригующий матч. На этот чемпионат у нас попалась очень сложная подгруппа. У нас в подгруппе Бельгия, Италия и Сербия. То есть, Италия по этому году заняла второе место. Сербия – это вообще баскетбольная страна. А Бельгия – тоже очень сильная команда. Они пятые в мире стали. Первый матч вы играете именно с Бельгии? Да. Мы первый матч играем с Бельгии. То есть, нам надо очень хорошо собраться, чтобы быть оптимистично настроенными на эту игру. У нас уже есть маникюр. Это портовый или это вы первый раз попробуете? Нет. Не то, что фортовый. Как бы все команды, многие команды, как бы, да, национальный символ показывают таким. То есть, некоторые даже татуировки там делают какие-то. Ну, рисуют флаги на теле. На щеках. Вот, на щеках, да, на ногах. Вот. Ну, вообще, мы настроены очень позитивно, оптимистично. Желаем, хотим только побед от этого чемпионата. Хотим тоже вернуться, может, не с медалями, но с хорошим местом, достойным, достойно сыграть, в общем. Ну, мы приложили все усилия, чтобы подготовиться, чтобы собраться. У нас очень серьезные команды, поэтому нам надо показать все, на что мы способны, наши силы все выложить. Потому что эти команды, которых мы с такими еще не встречались, ну, лично я, я хочу поехать и посмотреть на этот баскетбол. Я, честно сказать, еще не знаю, как это все будет, но мы будем стараться. Ну, самое страшное, это первая, первая команда, первая игра, это самая сложная игра. Я, честно сказать, не знаю, как они выглядят, эти команды, но я знаю точно, что это все сильные команды. Мы надеялись, что мы будем бегать, что мы будем физически их как-то, не на опыте, а на физике мы будем их перебарывать. Что мы выбегаем всю игру и покажем им, кто есть. Ну, насколько смогли, настолько готовы. Посмотрим, как будет на чемпионате Европы. Ну, я как-то, я так это не очень люблю. Я помню, мы когда по 1994 году, мы брали ликопластырем, наклеивали желтый и синий. Ну, между прочим, оно помогало. Мы три игры, когда наклеили, три игры все выиграли. Ну, я не знаю, как-то это, это дух спортивный. Может быть, и будем что-то делать, я еще сейчас не знаю. Ну, проблемы есть всегда. Будем их решать командой, будем друг друга поддерживать. Я думаю, если мы поддержим друг друга, то у нас все будет хорошо. Я думаю, после турнира в Турции уже все представляют, кто что может. И я думаю, что этим все будет хорошо. После турнира в Турции, да, мы приехали. Мы прошлись как бы по комбинациям, по всяким видам защиты. У кого что не получалось, кто где путался, мы все разобрали. И я думаю, что все, проблем не будет больше. Думаю, каждый соперник серьезный, мы не будем выделять особых. Самое главное – играть хорошо, и тогда все соперники будут одинаковыми. Ну, я думаю, что оно будет само собой. У нас все веселые, все задорные. Я думаю, что мы соберемся и выйдем с хорошим настроем. Мне очень понравилось интервью девочек, всех троих. Почему? Потому что настолько оптимистично расстроены. Если брать турнир в Турции, конечно, в ходе соревнований оптимизма как-то поубавилась у тренерского состава. Дело в том, что очень большое преимущество было французской команды и Нидерландов. Очень большое. Эта команда где-то равная между собой. И, вы знаете, немножечко всегда после таких сокрушительных поражений убавляется оптимизма. И начинаешь задумываться, а что же можно сделать за столько короткое время? И какие же ошибки можно исправить? Но, приехав сюда, вы знаете, над физикой уже работать как бы поздновато. В принципе, по физическим кондициям мы и не уступали этим командам. Но вот организованность игры, понимаете, дело в том, что у нас фактически этот же состав в прошлом году выступал на Ю-18 команде за 92-й год рождения. Была только единственная игрок Ягупова Алина 92-го года, которая являлась явным лидером. Если помните по статистике, там и 42 очка было, и 30. В среднем по 30 очей за игру она забивала. И вот, вы понимаете, все есть, нет только лидера в этой команде. И вот лишний раз мы на турнир убедились, что нет игрока, который на себя может как бы в трудную минуту возложить все. А лидера нельзя сделать не после каких-то особых анализов, сделанных после игры. Вы понимаете, лидера нет, и его надо растить. Пока еще за столь короткий промежуток времени мы не смогли это сделать. И на что мы надеемся? А вы знаете, я уже говорила, я повторюсь, плох солдат, который не мечтает стать генералом, так и здесь. Конечно же, хотим выступить по максимуму, хотим сделать все, что мы можем. И мы это сделаем, все, что мы можем. Подгруппа, да, девчонки, правду сказали, очень сложная подгруппа, но ничего, ничего. Зачем нам со слабых команд начинать? Мы начнем сразу с сильных. Ну, во-первых, я считаю, что в любой команде, прежде всего, надо создать коллектив хороший. Коллектив, который друг друга может поддержать в трудную минуту. Трудная минута – это на площадке, когда у кого-то что-то не получается, и приходят на помощь все остальные, говорят, что ничего страшного, ничего не случилось, давай-давай дальше. Это знаете как, это очень помогает в игре. Вот, и все начинается с быта. Ну, вот мы тут довольно-таки большой промежуток времени, как вы заметили в глуши, так вот в глуши – это еще лучше. Мы немножко обособились, отдалились от всех и создали такую свою спортивную семью. Вот этой спортивной семьей живем, выживаем и нарабатываем свои какие-то будущие, скажем, победы. Субтитры создавал DimaTorzok